всем привет дорогие друзья с вами канал агрополка и сегодня мы посмотрим с вами на миниатюру мага от мастерской фэнтези минис я данного мага раскрасил и сегодня мы посмотрим как он выглядит в цвете и как он собирается и разбирается из отдельных частей когда эти частки покрашены я пока не стал миниатюру приклеивать к подставке сама детализация как подставки так и миниатюры она конечно потрясающая не в качестве двух основных цветов для данной миниатюры я выбрал золотой он присутствует практически на всех частях и красный это основной цвет одеяния нашего мага и сейчас в него одета не покрытая голова и давайте например дадим ему магический шар в руку а из этой руки ничего не будет из этой руки будет у нас просто рука и вот так выглядит на наш маг с магическим шаром и один из вариантов руки есть другой вариант руки и выглядит он вот таким образом здесь у него на руке другой жест и мы можем в эту руку брать магический шар и ставить фаерболл а многие я тоже пока фишу не приклеивать вот таким образом выглядит у нас скажем так различные варианты сборки теперь мы можем убрать обе руки и мы сейчас ему сменим голову берем эту не покрытую и ставим голову с капюшоном в эту руку мы ставим например ему а гримуар а из этой руки у него будет идти огонь и наш маг увидит вот таким образом ну и последнее что мы можем ему дать это вручить посох в данную руку и тогда маг будет выглядеть вот таким образом ну и на подставке если мы его разместим я пока просто не определился как именно его разместите на подставке не обратите внимание что на подставке вот здесь есть пустое место вы можете придумать имя своему герою и написать его здесь ну какой можно подвести итог сама миниатюра конечно небольшого размера и покрасить требует определенного привык привыкания данному масштабу особенно если вы до этого красили миниатюры больших размеров по детализации просто потрясающая детализация данной миниатюры не это вам поможет в покрасить то есть все части хорошо выделены и вам не нужно придумывать каких-то отдельных закорючек или украшения вот даже есть украшение на данном рукаве и есть украшение такое живота на данном рукаве обязательно придется использовать лак потому что все вот эти манипуляции с вытаскиванием частей до вы рано или поздно этими манипуляциями на сотрете краску поэтому использование лаком обязательно если вы его до этого не использовали то придется а сами части вытаскиваются вставляются нормально и никаких неудобств в данном вопросе нет так что как я говорил видео когда просто смотрел на миниатюры от мастерской фэнтези мини что я не знаю как это будет работать в покрашенном виде так вот сейчас смогу подвести итог что в покрашенном виде вот эта система со сменной экипировки работает хорошо надеюсь данное видео было интересным а самое главное оно было полезным для вас если так я очень рад ну а на сегодня всем спасибо за просмотр играйте в игры и всем счастлива а и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok